Сначала перечислим самые интересные события, которые произошли в нашей стране за последнюю неделю, а потом про Россию и Англию. Итак, в Красноярском крае завершилось строительство линии электропередачи 220 кВт Минусинская опорная Камала-1. Инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей. Энергообъект обеспечил инфраструктурные условия для увеличения пропускной способности южного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, а также позволил повысить надежность энергосистемы региона. OTC Farm в четверг ввел в эксплуатацию фармацевтический завод стоимостью почти 5 миллиардов рублей на территории индустриального парка Храброго под Калининградом. Завод имеет площадь 19 тысяч квадратных метров. Он включает производственные складские инженерные заводы, химико-аналитическую и микробиологическую лаборатории, подразделения R&D и иную инфраструктуру. Производственные мощности позволят выпускать 320 миллионов упаковок в год. Вторая очередь завода-производителя социально значимых лекарств PharmaSynthes Nord запущена в эксплуатацию на территории особоэкономической зоны Новоорловска в Санкт-Петербурге. Более 50% субстанций для этих препаратов отечественные. Объем инвестиций в создание второй очереди завода составил 5 миллиардов рублей. С космодрома Плесецк проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России. Старт ракеты-носителя и выведения спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Аппарат «Космос-2568» был выведен на целевую орбиту и принят на управление. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Холдинг «Росэлектроника» создал опытные образцы принципиально нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Благодаря основе из стеклонитий с металлическим сердечником, тонкостойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые. В Петербурге открыли завод по изготовлению оборудования для нефтегазовых скважин. Эта площадка позволит нарастить объемы выпуска продукции, расширить номенклатурный ряд выпускаемых изделий с 50 до 200, а также получить базу для проведения испытаний изделий в условиях, имитирующих реальные условия работы. Новые предприятия обеспечат более 500 высококвалифицированных рабочих мест. Мальковый цех для подращивания молоди радужной форели запустили в поселке Грибково Вологодского округа. Это первая очередь крупного инвестиционного проекта компании «Аквапродукт» производства лососевой рыбы с применением установок замкнутого водоснабжения. Воплощение проекта с объемом инвестиций в 3,5 миллиарда рублей началось 4 года назад. Производственная мощность цеха позволит выращивать до 2,5 миллионов мальков семейства лососевых. Специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали телеуправляемый подводный аппарат «СКАТ», предназначенный для проведения мониторинга, разминирования и разведки. Аппарат способен функционировать как в условиях проточной воды, так и стоячей. Масса дрона 4,7 килограмм, максимальная скорость «СКАТа» 9 км в час. Предприятие «Транскон» запустило серийное производство двух моделей кондиционеров для колесного транспорта и спецтехники. Первая установка предназначена для пассажирских автобусов большого класса. Вторая модель является универсальным агрегатом, который в зависимости от комплектации может устанавливаться на легкий коммерческий транспорт, автобусы малого класса и спецтехнику. В Астрокосмическом центре физического института имени Лебедева РАН впервые в России создан криогенный приемник, способный детектировать радиосигналы на частотах 220-280 ГГц. Его крайне высокая квантовая чувствительность и малый уровень потерь сигналов достигаются благодаря охлаждению до сверхнизких температур. В перспективе приборы предполагается использовать в работе как наземных, так и космических обсерваторий, миллиметрового и субмиллиметрового диапазона. Ну а теперь про год адских санкций и о том, как Россия стала жить лучше, чем Британия. Годовщину экономического антироссийского Блицкрига английская пресса отмечала траурными статьями. Адские санкции принесли парадоксальный результат. Россия открыла для себя новые возможности развития, а вот Британия, долгое время позиционировавшая себя как одну из богатейших стран мира, санкционный режим переживает кое-как. По прогнозам МВФ, в ближайшие два года экономика России будет расти быстрее британской. В Англии еще в прошлом году признали начало рецессии, то бишь экономического спада. В этом году он будет только усиливаться. За красивыми формулировками типа отрицательного роста, так английские эксперты называют падение ВВП, и кризиса стоимости жизни кроется унылая повседневная реальность. Англичане стали меньше есть, хуже одеваться, меньше мыться и отапливать свое жилье. Это пока еще не послевоенная Британия с карточками на еду и черным рынком, но уже и не тот гламурный финансовый рай, который пыталась выстроить Маргарет Тэтчер. Популярный таблоид Daily Mail, отвечая на запросы читательских масс, выдал некий репортаж из России, констатируя очевидное. Хваленные западные санкции, призванные наказать президента Путина, провалились. Россияне по-прежнему вкусно едят, хорошо одеваются, ездят на личных автомобилях и не страдают от холода в неотапливаемых помещениях. Супермаркеты Перми, английские журналисты собирали материал, общаясь в соцсетях с пермяками, ломятся от свежайших местных продуктов. В это самое время английские супермаркеты ограничивают продажу огурцов, помидоров и сладкого перца в классическом стиле по две штуки в одни руки. Еще один дефицит яйца и курятина. Дело в том, что птица и тепличные овощи требуют повышенных затрат электроэнергии, а ее стоимость за год увеличилась в Британии в разы. Для предания пущей достоверности авторы Daily Mail цитируют некоего Джона и его русскую жену Елену из Перми. Джон – научный работник, Елена – преподаватель вуза. Вот что они якобы сказали газете Daily Mail, процитирую. «Рядового россиянина заботят лишь наличие теплого дома, еды на столе, стакана водки, ну как же тут без водки, и безопасности на улицах. У нас все это есть, конфликт на Украине ничего не изменил». Ну, стакан водки звучит хорошо, не хватает только медведя с балалайкой. Но в материале есть и другая клюква. Джон и Елена утверждают, что платят за коммуналку в своей двушке 11 500 рублей в месяц. Цифра эта очевидно лживая, на самом деле пермики за двушку платят в два раза меньше. Но откуда она вообще взялась, эта цифра? А это английские журналисты взяли официальный размер минимальной коммуналки по Англии, без учета Лондона, естественно, и перевели его в рубли, чтобы британские читатели совсем уж не охерели. Однако общая картина, несмотря на эти махинации, передана верно. Daily Mail отмечает и 13-процентный подоходный налог, в отличие от 45% в Британии, и бесплатную медицину, и низкие транспортные расходы россиян. И получается очевидное, по соотношению цена-качество жизни Россия, причем провинциальная, далеко обгоняет Британию. Владельцы агентств и финансовых институтов могут пропихивать Соединенное Королевство в высшие строчки международных рейтингов. Но правда жизни в том, что по итогам экономического блицкрига россияне живут лучше британцев и подавляющего числа европейцев. Ничего удивительного в этом нет. Наша страна богата ресурсами, у нас роскошный агропром, образованное население, богатый спектр высоких технологий и мобильный предприимчивый бизнес, умеющий моментально находить новых контрагентов и завязывать взаимовыгодное сотрудничество. Единственной нашей проблемой было то, что международные финансовые институты рейтинговали нас с очевидной предвзятостью. Десятилетиями нам оценки занижали, той же Британии завышали, но сегодня стало видно, что английский король голый. Упадок британской экономики совершенно логичен. Еще в 1970-х годах население острова жило очень небогато. Со времен Тэтчер там удалось раздуть финансовые институты, построить экономику услуг, набрать кредитов. Это создавало видимость благополучия. Но при первом же кризисе, а он начался еще в 2020 году, все эти потемкинские деревни начали рушиться. Антироссийские санкции развалили их окончательно. Сегодня средняя зарплата лондонцев в сфере, например, IT составляет от 3 до 4 тысяч фунтов в месяц. Водитель автобуса получает около 2 тысяч, а средняя аренда квартиры в Лондоне подобралась уже к 2,5 тысячам фунтов. 250 тысяч рублей на наши деньги. Прибавьте сотни фунтов на транспорт, сотни фунтов на еду, сотни фунтов за коммуналку. Даже если квартира своя, на среднюю зарплату не разбежишься. А если оплата почасовая? Народные массы в Британии задаются естественным вопросом. А почему же мы в результате этих санкций живем хуже, чем в России? Именно этот вопрос осторожно пытается сформулировать в своей публикации Daily Mail. Как же так действительно? Мы же собираемся наказать Путина и заставить страдать русских, а в результате почему-то страдаем сами. На это российские бегунки иноагенты предлагают потерпеть еще. Не надо каждые пять минут смотреть на часы, ожидая, когда санкции сработают, утешают британцев иноагент Владимир Милов, упражняясь в стратегическом терпении. Британцы не могут терпеть, они устраивают масштабные забастовки, выходят на демонстрации, пытаются как-то бороться. Но власти страны продолжают упорно морить их голодом и холодом, лишь бы не проиграть России на Украине. Хотя по сути они уже проиграли все, в том числе и собственный народ. Субтитры создавал DimaTorzok